Девушки отдыхают 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 0 2 лишает шансов на выход плей-офф любую из команд потому что сейчас статистика 24 ну а ничья ни тем ни другим не выгодно потому что 35 это тоже близко к вылету это худшие результаты в группе и соответственно должна быть заруба не на жизнь а на смерть каждая из карт я уверен на самом деле nip чуть более хорошее впечатление себе оставили за эти пару дней против вич и ничего сделать не смогли но мало кто может против вич и что-то показать серьезное нынче потому что команда как-то разгоняется по ходу турнира форвард еще с ними бороться завтра так что будем смотреть что будет здесь пока саппортов начинают эти и другие 4 саппорта взяты самое интересное ждет впереди в этих драфтах я уже вижу мсс-овского air spirit и мне это нравится несмотря на то что в первой карте против liquid ребята из форвард уступили там мсс был хорош во второй тоже был хорош собственно двух картах из двух возможных на 1 передел просто максимальный импакт и сейчас его снова забирают ребята из форвард гейминг но это классно варлок на фп от nip закрыли первую стадию еще и никсом который каким-то образом вышел из из перманентных банов всех топовых команд вот нет нет никс проскальзивает все-таки пики достаточно серьезно таким образом ребята из форвард будут ограничены в выборе своих корп персонажей потому что уже брать эмбер спирита и шторм спирита не хочется от волды ваура брать не хочется и понимаем грустно просто грустно что хочется убрать снайперу на и про сейчас хочется такое чисто что всем брать лучше герой снайпер берите снайпер и не ошибаюсь фанат снайпера герой который незаслуженно долго в банах вернее не банах а вообще отсутствовал в играх мне кажется могли его и раньше разглядеть вот появляется стал последние только пару месяцев активно ну и как герой который может закрывать действительно на last пик многих мидеров и вообще многие драфты когда нет героев которые до него доходят он действительно раскрывается на максимум но сегодня liquid например показали как можно против него действовать предыдущей встречи вообще чем играют команды давай вспоминать nip потому что играют слишком разнообразно они играют вообще всем кого там только не было и зевсы и спектры и нигмы и шейкеры ну в общем огромный пул героев и луной они играли и найт сталкером они играли манки кингом активно играют то есть перебанить эту команду невозможно целиком и полностью у ппд всегда хоть этот план b c d и так далее есть в запасе но форвард пока берут стандарт очень сильная комбинация очень сильный аое дэмэдж контроль прокаст все есть осталось добрать просто двух каких-то сильных лейт персонажей тарксирер спирит я так понимаю второй стадии если бы сами форварды тарксира не взяли то и найпи бы это вопрос тарксира себе под них со взяли 10 секунд но хороший пик опять-таки удивлен что вот он доживает этот персонаж до второй стадии и отдают его так вот просто найпи линия линия хорошая получается просто уже представить что варлок будет с упортом пятой позиции ну и нет других вариантов просто-напросто нет будет стоять там с условным свеном окей но эрспирит дарксир то мощно варлока могут избивать на варлока будут нападать под двумя щитами он бедняжка ничего сделать не сможет будет прятаться там где-то под вышкой под свеном в общем такая несладкая жизнь у него намечается но сам по себе свен вот как герой против эрспирита и дарксира он хорош потому что ты под тавор к свену не полезешь свен может тебя просто убить если дарксир и эрспирит заходят куда-то за вышку и там все крипов собирают то свен спокойно стоит на своей линии через грэд клифф через топорик всех крипов забирать поэтому ответ более чем адекватный и смотрите форвард гейминг забирает себе эмбер спирита даже невзирая на то что у соперника есть никс не боятся интересно ну пока вы на и пи в любом случае все неплохо у них пик который принимает драку а у форвард напротив пик который больше в нападении силен с варлоком с никсом спокойно вы можете принимать бой и разворачиваться и затем в драку вступать что касается оффлейнера какой флейнер здесь необходим популярных то почти всех разобрали вот и нигма в пули все еще есть doom или он до дарксира эмбера выключать это здорово это лучший персонаж сейчас против таких против таких героев что набрали форвард гейминг на плюс ко всему еще дума можно зла напить против dark сира если прям совсем не хочется своем отправлять но есть такие варианты просто дом тоже против айншелов нормально стоит крипов кушает и мы все ок об оригин там бешеный за счет того что сатира съест ну если хотят на пи могут и не захотеть очередь сил тьмы запрещать битрайдера взять битрайдер нормально по идее лассо тут особо ничего не сбивает сейверов серьезных у форвард нет там только разве что дарксиркит и грифсы соберет пожалуй так что битрайдер имеет место быть ну вот ключевое слово здесь именно нормально не идеальный пик битрайдер может как и получить свое самого начала может и вообще быть незаметен по-разному этого персонажа игр могут складываться так кстати говоря наш партнер на матч на первую карту собственно для форвардов дает коэффициент 2.35 пока вот драфты а на nip 1.55 то есть форвардов прям слабо ценят в рамках данного противостояния даже несмотря на то что форварда такие бравые ребята взяли и карту команды ликвид отжали так просто взяли а nip в свою очередь от вич и гейминг отлетели ну наверно наверно давай так nip тоже отжали карту ликвид вчера поэтому этим не удивишь уже никого у ликвид отжимают карты все пока на этом турнире это правда резонно резонно ладно посмотрим драфт пока я бы сказал драфты равные на самом деле да да единственное что вот эмбер спирита рано показали форварды и там контр пик от nip может возникнуть против эмбера в центр вот но с другой стороны форварды могут всех так ловко обмануть эмбер спирита поставить на легкую и в центр потом другого героя на ласт пик взять по разному можно придумывать эмбер и с легкой может хорошо стрелять в игре и собственно смита видели мы видим таких много ситуаций манки кинга убрали так бан манки кинга намекает нам на что на то что nip им часто играют и постоянно закрывают свои драфты им на этом турнире то есть не то чтобы он сильно как-то им мешал просто уж очень любят этого героя а еще манки кинг против выбор спирта здорово на линии стоит и это тоже медуза боятся медуза ну резонно на самом деле с другой стороны опять вот этот драфт до эмбер медуза которым нужна центральная линия который ее между собой делят ну и вечно кому-то чего-то не хватает у меня на это здорово мне нравится вот это мне очень нравится так это бутрайдер в миде против эмбер спирита получается нет это умник миде против эмбер спирита можно бутрайдер на длинную как обычно можно и бутрайдеров можно и умника и тут рукой нормально против эмбер спирита стоят сложно убить ум не на это сложно прогнать его с линии ум не на это не должен эмберу сильно проигрывать в любом случае оу что творят и те и другие на закрывающих пиках славка ум не на это вот такие драфты любопытные и сларк пойдет мидл по итогу да по нет вру вру конечно сенси не то говорю я вар пойдет легкую на сларки не знаю в сларка не верю особо надо как-то мои скептические мысли ребятам развеять потому что все последние сларки которых я видел неизменно проигрывали не зря герой появляется раз пятилетку даже там не выстреливает ну сларк это что ладно сларк это кто пусть будет так сларк это герой который в общем-то который в общем-то снимает с себя лассо внезапно старпак там то есть лассо сларка не поймать сларк это тот герой который будет получать щит дарксира и набивать стаки со свена но есть у меня нет у которого есть диджин аура у которого есть ультимейт который по идее закрыл сладко как-то мне сложно оценивать эти пики наверное у nip покрепче вообще насколько актуален сларк в этом патче для меня такой вопрос все еще висит в воздухе что может вообще этот персонаж в патче в целом наверное не актуален ну если бы был актуален начали бы пробовать его раньше чаще один раз за 10 игр то есть за 20 это говорит о том что герои по-прежнему где-то там на дне и мало ему что поменяли поэтому и будем видеть моего очень редко соответственно герой ситуативный тот ли это случай когда его нужно брать не знаю нужно смотреть на практике потому что когда ты сларка не видишь многие месяцы не знаю что от него ждать вроде милишник против милишника постоит да там будет статы воровать но как-то это все скромно что ли выиграть центральную линию скромный сларк легкую легкую скромняшечка так ну что мы сделали давайте посмотрим в последнем патче значит ему базовый атак спид подняли на двадцатку кстати неплохо и shadow dance немного поправили теперь не 357 процентов у него дает пассивный реген к здоровью а 5 6 7 то есть это говорит о чем о том что на первых уровнях ультимейта то есть шестого уровня сларк будет просто лучше регенится но еще там если он вдруг покупает аганим но если так получилось то теперь с большего радиуса хватает в этот аганим в этот свой ультимейт своих тиммейт это вот все изменения которые коснулись сларк аганим будем мы на сларке покупать аганим вряд ли надеюсь что нет тоже если добавляются аганимы каким-то кири героем то они должны действительно чего-то стоить потому что ну на большинстве мы не будем видеть мы не увидим на фантом ассасин наверняка огонь мы редко будем видеть на темплар ассасин мы редко будем видеть на всех героях которые бьют крипов на легкой линии и для того чтобы этот предмет внедрить надо чтобы он действительно что-то давал полезное крутое прямо ради чего можно пожертвовать каким-то слотом ну и чтобы собрать его там не последним а где-то в серединке например можно пожертвовать временем если прям хочешь собрать аганим ты можешь просто игру затянуть что-то полчаса и бахнуть себе девятым слотом так ладно давайте смотреть лейнинг собственно dark server spirit против варлока и свена как и ожидалось пошли в ход айншеллы и начинается на кинг с мссом уже предпринимать попытки зайти за вышку надо что еще делать на кинг пошел водить водить крипчиков свен спокойно будет фрифармить это тоже понятно мсс будет заниматься своими делами от придумать план по которому либо он будет убивать варлока либо найдет способ гангать фат ну гангать вот омника ты подмечал что убивать ум не на это сложно сложно невозможно это сделать наверно с соло эмбер спиритом если потянется мсс шансов естественно побольше если мсс потянется еще и с бафом айншелла то шансы явно увеличиваются в разы но все еще конечно мне на это очень стойкий персонаж одного purification иногда хватает для того чтобы пережить любой ганг посмотрим но забавная забавная линия эмбер спиритом не на это любом случае пока мы видим фарм это не одинаково хорошо омник даже чуть лучше добивает своих у свена топовый крепстат сларк вот сларк кстати немножко страдает несмотря на то что он сбрасывает себя с помощью тарфакта собственно стаки напалма это кэш классных не отменяет того факта 33 будет раз за разом его собственно так напрягать этими стаками и евар из-за этого может по крепстату просесть уже просаживается всего лишь 6 убитых на старте матча тяжело еще и ник здесь бегает которую ты тоже с линии выгнать не можешь а и support у тебя только джеки роз как там снизу снейкинг продолжает между т1 и т2 вышка тусоваться как то обычно драк сери делают смещается в лес фарм пачку там ну и не на ворот действительно гонять невозможно накидывает просто ведет крипов дровышки шаду ворд на кинга это мало касается купил себе тренчат от манго у него хп реген очень даже приличный пока и по там одного танго хп реген 11 плюс у него да а у варлока на первом уровне способность наносит 15 урона в секунду это пока повеселее на топе смотрю загонялись ларку же под вышкой вместе с джокиру 33 полетел я во разворачивать стычка паунс нормально сакса тоже здесь и дуал бред 33 переоценил свои возможности я ворота число можно было продолжать просто напрягать не давать его raw фармить у него и так крипами все в самом начале не лучшим образом складывалось туда куда-то под вышку лезть ну зачем дизейбл все-таки есть а значит тебя всегда смогут зацепить стой напрягай его и все будет нормально пожадничали за это поплатились в целом пока и найпи лучше крипов добивают в миде мы видим у фаты все хорошо так еще и никс решил погибнуть бетрайдер опять полетел но снова там все под вышкой стэн толкают линию найпи очень приятно как на сларке приходишь на легкую линию и тебе так коп две агилы подарили и это еще может быть не последний агилы которым получится этой линии будет опять на 33 возможно прыгать плей на хп осталось до прыгает я вар файр файл нет правда 33 му спит хорош у него сапог корона еще статов там дает ну верхняя линия веселая для форвард гейминг даже несмотря на то что smart погреб стату вроде бы просел но за счет убийств счет ассистов выйдем от ворс у него топовой своей команде фата разменивается здоровьем си 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 им использую кейшн бил себе soul ring ну тоже наверняка будет играть через дополнительную голду с талант на десятом уровне варлок еще подставился тоже уязвимый герой абсолютно любой любое замедление ловит и под счетами сгорает сложно что-то сделать тут скорее метки хорошая игра от мсс потому что попал роллинг болдером также уже все пошло по маслу но вот правда здесь опять забывает про баунтируем да что ж такое то вроде все классно сделал любили варлока забыли что балтиру на нужно собирать в итоге напиток могут по три баунти забирается только одну успел забрать мсс не надо забывать про баунтируем ни в коем случае полезная штука деньги дает писта забыл это их форвардом говорю мало ли забыли так фата фата в центре на уме на эти 28 на 10 27 на 4 абсолютно равное противостояние получает сенси и фата пока стоят в центре в смещении на крайней линии нет омник гангущий конечно достаточно сомнительная история а вот от эмбер спирита каких-то подключений можем с вами ожидать приятно перетягиваться там условно куда-то вниз также от арксира получить щит и естественно уже бить не варлока того же свена пытаться уничтожать сам себе опять здесь 33 ставится сентрик как-то полдай пытается гонять кор героев в то время как сларк просто будет на линии приятную руну фата находит сверху вообще кивили грейс такой знаешь рефракшен на минималках тоже вроде дополнительный урон дает немного выживаемости в виде регена и приятно крипов добивать самого начала и способность не самая дорога меньше рефракшена стоит за счет этого можно переигрывать многих персонажей особенно милишников и пока как мы видим переигрывает он синси ганка вот иксов вниз забирает мсс проема ладно это опять-таки погиб суппор то время как с ней кинг забирает пачку за пачкой и планирует сделать себе достаточно быстро и именно ну да здесь медаса плееров не намечается у команды nip ну бар локтит там ближе к середине игре игры может конечно купить я вар на топе 33 его его пытается пробить мсс уже тут как тут конечно мсс рядом разворачивается синси тоже что подоспел забайтил таким образом получается я вар на себя ну и четвертая позиция и вторая позиция моментально пришли на помощь своему керри хороший выход вышел выход вышел как получилось убили битрайдера я вара оберегать на никс в центр подошел получить экспу восьмой уровень у него четверка с половиной левел неплохо свой на фрифарме абсолютно и свен конечно фармит быстрее чем сларк даже несмотря на то что у сларка будет так факт сушал там медас купил себе свой ну и сларк будет и сларк быть с медасом все-таки медаса пикеры здесь есть ну тогда с на кигу может быть не так круто конечно с доминатором будет играть с другой стороны просто аккуратно контроль своим соманом и нефить центр небольшой выход на cnc фаталбанцы есть трудной регенерации на масса составляет для своего митера правильно делает там имеется боталки на топе 33 пытаются взять 33 есть фарфлэп к не торопится активировать мсс новым удачно закатывается падает спастер факт баунс никаких сейс тпшек здесь нет и битрайдера вновь убивают битрайдер три смерти уже с лейдинга довольно много подставляется 33 ну не пошла игра самого начала как под вышку залезли как погибли и с тех пор регулярно умирает не накопил он денег на какой-то дорогой артефакт на бутсов тревел на облинг сразу же купил себе барабан и теперь нужно хотя бы 6 уровень вынести вы с левелом беда ну вообще конечно надо понимать что он стоял против своего контр пика то есть ты играешь против сларка хорошо стоять против свена какого-нибудь против спектра идеально на батрайдере стоять от против сларка все-таки не так лучше не так хорошо потому что просто сбрасывает стаки напалма и поэтому но бутрайдер нужно немножко свой геймплей меня потайдер дал жестко за это конечно пострадал интересная драка с таких у него всех пробегает син здесь тоже застрял пытается эту пистами отлично пробивает бутрайдера высокий размен состоялся все же и вот то что начинает видеть самонами это плохо конечно потому что каждый раз две сотки голды две сотки голды это достаточно хороший такой фит для команды не получается смен топ-1 по нетворсу ей свое дело знает спидасом фармит поражал гдс чтобы еще и вышку спушить надо кому-то перейти так просто вородовать не стоит с другой стороны что после свена три кор героя команды форвард гейминг имеют хороший нетворс то есть он не найт и бутрайдер команды на пи они пока немного не дофаркнут хотя отставание минимум 50 минут контроль балансе хорошо подтягивается эйс мсс заблокировал проход фата еще и мы сосудись поджарили но в ответ погибает никс справедливости радио и на и пи и нет героев которые должны опережать эмбера и дарксира по фарму физически пока невозможно учитывая старт бэтрайдера умни night будет получать деньги только вкачает талант на десятом уровне я сомневаюсь что он возьмет радиус при фишина что смеяться скорее всего это точно деньги ну а что он собирать в таком случае вот это любопытно потому что тоже вариантов масса но мне на это может быть какие-то командные айтемы может быть радианс попробует себе купить почему нет чтобы быть еще одним демеш дилером атака на из а пошла станкинг заходят так у него из суммонов вожак волков причем сурджирует он сенси сенси под бешеному спидом за эйсом до конца так тут же сейф тп-шки будут сейчас эмбер спирит очень нагло ренант откидывается флэм гардом сейчас еще никс ай никс не успел немножко карапейс дать ай-яй-яй буквально доля секунды и сенси спасается бег с там очень дерзко играли конечно с форварды до последнего бежали за сфеном но все обошлось обошлось и для той и для другой стороны оп смог а там за акса побежал мимо за спиной он у них бегал и они не ожидали этого таки смог просто развеялся а просветки не был не готовы ли пока ребята из форвард гейминг потому что нихс будет бегать под винтетной а пора уже косвенно свой наверх уходит туда к сларку мидас летит может быть выход какой-то со своя нам запланируют и с лассо голема еще нет 12 минут прошло более монету варлока пока все плохо к варлоку летит книга понимаю так там в центре снова сенси наглеет гоняет фату серьезно гоняет фату фаты ман это не особо много и все куда он абсолютно нужно хилить себя нужно хилить себя успел похилить себя и таким образом эмбера отпугнули а вот нсс так быстро улететь другую часть карты не способен и еще кентавра можно попробовать добить да еще 200 золота на ну какой-то вот у меня это все-таки у меня нет убивать его очень трудно конечно ты вроде набрасываешься прям какого-то фингер или лагуна плейд нет то периодическим уроном ты его толком и не убьешь получает замедление из варкай прожал возвращает cnc стан по одному работа по степеньку но отличный рассказ от шакира тут же подкопа тикса в ответ не менее шикарный мсс влетел и раздается магната из много-много урона минус 3 ну и драка такая забавная получилось 2 в 3 суммарно чуть лучше для команды форвард судя по всему хотя смотреть да по экономике для команды форвард явно получил свена дорогого убили это самое важное наверно сколько там за свена дали свена дали 400 голды получил слаг да и вот то что слаг не умер и получил еще и золото за свена а это еще и дополнительная агила это прям хорошо это команда форвард гейминг очень хорошо ну там еще до этого был момент когда свен прожимал гдс очень рано похорасил таким образом я варом сильно похорасил полк боему снял и потом когда эта драка началась у свена до конца гдс оставалось там секунд наверное 7 половину из них он в контроле простоял и банально бить не мог но тем не менее пару ударов его мощных хватило для того чтобы под стан никса пару человек забрать в общем драка которой свен изначально не был готов так скажем хотя бы эмбера собрали знаешь что ну да да уже неплохо персонажа свое получили но вот свен не любит в таверке находиться такой вот на такой стадии когда у тебя супер фрифарми да сабли ты фармишь очень быстро четвертым грейд кливом эти вот драки эти размены таверни сидишь просто элементарно сладко начинает догонять барабана приобретает себе эмбер неплохая кстати говорят cnc он очень быстро очень резкий тут успевает практически на любых сражениях когда 313 не во всех фрагов принимал участие она чтобы это подходе у ябара сверху вышка падает понемногу падались уже с барабанами но если отбиваться нужно 20 конечно максимальный ресурс икс центре опять не успевает как так получается что товарищ эмбер спирит перед носом у них все время улетает сакса столько хочет карапейса метина подставить эмбер спирит но все не получается просто не поспевает быстро и быстро ими контроля на него в целом не особо много главный контроль здесь пожалуй лассо вот вопрос будет ли эмбер под себе лимкин сферу в дальнейшем или сларк например может не помешало пиде под атакой cnc просто улетает свен нажимает свои кнопки ну и в чем конечно минус свена все стараются просто разбежаться от него он сам себе очень не мобильный но благодаря лассо сумели догнать хотя бы джакира 1 забрали 7 10 что становится не так много фрагов у нас в игре команды периодически где-то сталкивается но таких полноценных файтов 5 на 5 и около того мы еще не наблюдали стараться добраться так там в миде вот очередной выход просто попытка убить одну цель 33 пытается улететь на хайграунд и обманывает кстати cnc тот без мана остается здесь уже эйсы нападения пошло на мсс оставится стенка для того чтобы хоть как-то помешать но этого не хватает чтобы спасти своего саппорта и вышку силы тьмы добили но я варвард в минусе добить хорошо нет вообще драка неплохая для форвардгейминг получилась потому что они снесли вышку они забрали курьера да еще и сларк подрезал одного персонажа этот моментальная реакция на то что свен прожимал гдс там сразу форвардгейминг своем лесу смог и вот дерзко дерзко нагло 133 я ваш что делаешь жестокий жестокий парень просто по тавру бакрайдера избивал и сразу же тп нажал опять же супер реактивная дота вот момент за моментом одни посражались развели на какие-то там способности ключевые там зафорсили я не знаю глиф или что-то подобное сразу же смог контратаки и все остальное приличное количество фрагов сделано ну пока такой заводной темп мне кажется он на руку команде форвардгейминг вот если мы вспомним ту игру которые ребята из форвард играли против ликвид победную игру там вот это окупалось тем что например легионка набирала себе дэмэдж здесь подобные постоянные сражения окупаются тем то что сларк зарабатывает себя ну на самом деле достаточно много гилите вот шутки шутками но шестерка лишнего у него уже имеется а это еще прям не то чтобы какой-то выход супер мидгейм и подобное нет просто какие-то драки рандомные в разных участках доты я думаю сладко будет обратите внимание фото передумал покупать solar crest и пока обозначил себе рейдинг много денег 2 600 так там драка началась в которой моментально умер никс все остальные герои на и пи стараются разбежаться не встревать в этот fight да так вот фото купит себе рейдинг вот интересно в таком случае какие вообще таланты он тебе будет брать будет ли это талантный experience либо попробует из него сделать второго дэмэдж дилера потому что одного свой на банально может не хватить где-то в контроле будет стоять бкб закончится это просто подцепят убьют одного и тогда урон то вообще некому наносить сами своем я очень сомневаюсь и мне сложно представить на самом деле что какой-то он не найт условно в лейте так послужит атака скроцент рейс пошел строки не просто не заканчивается волов реплика вакуум отличный контроль с доминатора еще и голем и сверху сбрасывают это делает как раз команда и на пи мсс здесь в итоге встревает есть неплохой товар из по всем и в лассо и лассо дата и сенте на римнандах лететь там святыни рядом айс пас конечно же чтобы спасти пошел вперед сларк тут же guardian angel то что я вару отойти что дэнс поражал уходит байбэ который в спирита на самом деле на пи неплохо дерутся потому что они убили двоих там никого еще не потеряли и вот есть правда может тряде из далеко пошел эйс мало хп добить надо стоит офис и не добиваю там щит варкрай плюс purification и постоянно сэвид фата не выходит форвардгейминг кого-то пробить сейчас и байбэк потратили шесть то драки и вышку даже забирать обороты набирать вышку точно заберут и тут спину уже сларк атаку задумал у него маны по-прежнему там на одну способность так здесь никс варлока поймали нужно отступать на и пи больше нет смысла драться гдс а нет га нет нет и лассо и голем ну и самового варлока соответственно все разбежаться на и пи максимум сделали пожалуй в этом файте но в байбэк саппорта до этого вы плюс вышка баланс баланс абсолютно равная игра никто до сих пор сильно не отрывается так смотрю на графике вот на данном этапе это максимальное преимущество в пользу одной из команд до этого даже тысячи все так так вот возвращаясь к вопросу обо мне найти мне сложно представить чтобы где-то в лейте мне найти просто бегал из руки убивал импер спирита или сларка ну в ряду все башер что-нибудь на так спит обессал блэйд да папа 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 это как раньше взял бремастер и бремастер и тоже когда-то качали только правую ветку и играли через ультимейт а потом решили покупать себе какие-то я не знаю бисал блэйд это же радианс и критами с ворованными рапирами по полторы тысячи наносить удара новый патч может быть и здесь что-то поменяется кто его знает пайлайдай умер остальные ушли форварды получили значительно больше 3 баунти руны опять курьера подрезал я вар того же помню это второй курьер правда ловит снайкинга а все же оставили отличный purification не успевает на сейв сенси подвязал уже поздно дарксир отправляется таверну окей потенциал есть с дополнительным уроном если мы говорим право мне на это его левую ветку просто не знаю с ларк обычно дерется назад по холдам визе эмбер спиры дерется когда он дает стоит офис и к тому что у меня это самому сложно просто дойти до соперника чтобы поставить его перед собой и молотом его там сверху по голове ударить бэтрайдер доставит курьер курьер на статье без блинка и бкб выходит ну контроля многого соперника блин дорогой сам по себе драйдер часто умирает не может нафармить весь фарм забирают себе фата из вен если ты чего бэтрайдер должен довольствоваться остатками крипов ты леник не сложился откровенно столько смертей только отдачку столько раз его перехватывали не позволяли ему наглеть тоже свой печаток на его фарме остался так осла кстати посмотри поин бустер так 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 что-то у нас интересное намечается а так это сказать ладно это сказать я уж подумал а вдруг какой-нибудь час аганим себе пахнет третьим слотом но это более чем классический стандартный скади который к слову очень даже славку к лицу потому что много статов дает и соперника убивать в разы проще что усвоено после бкб орхид гора третье желание купить себе саленс и он ловит эмбера ну как ловит просто застанил чтобы своровать руну ну и рашанта до сих пор жив-здоров этом опасно а если вдруг не пызы хотят на рашана зайти то в ответ могут получить волов реплика вакуум и можно прям сразу там сдаваться в свою очередь если вдруг форвард гейминг пойдут то они на самом деле рашана будут долго бить эмбер спирит рашана не бьет там слад тоже тяжеловато без артефактов крутых соответственно этап тоже в голем какой-нибудь упадет драка начинается убивают голема сбросить варлок из-за этого могут поцепить эмбер спирит и эмбер спирит погибает есть байбек но там хорошая волов реплика опять-таки макропира лежит от джекероса тоже много урона наносит эмбер спирит байбек у нас как и никс есть пытается продамажить и мысль получается сделать дабл килл я вар уже бешану тэнса отпрыгивает паусом на хайграунд там же сныкинг майлдай старается помочь есть лосос снова прыгает эйс очень много урона от свена эмбер спирит здесь после байбека чейн и дал но все равно штурм камера залетает по джекеросу и он тоже погибает я вар кажется готов вернуться в драку тут guardian angel guardian angel я вар без эскейпа нет эскейпа остается в виде пауза карапейс вот он никс вот он контрфикс cnc ремнант слишком далеко отлетает и после байбека эмбер спирит тоже гибнет драка выиграна команда и ниб причем с большим большим запасом урон просто остальные как будто не дамажили в команде найпи свен 9000 200 урона 9200 жесть просто бегал и убивал я так заметил га всегда знаешь фото бережет до последнего то есть когда форвард уже лишились своих магов основных с кастами когда форвард нападают там исключительно каким-то сларком сларк просто видит эту способность разворачивается убегает потому что он понимает что урона он не нанесет сейчас как бы не погиб потому что ультимейте закончится и и ушел не стали за ним гнаться в любом случае на и пи очень много получили в этом файте ну вот разве что рошана не успели забрать что совсем все идеально было самое важное конечно это удар по эмбер спириту смерть байбэк смерть и смотрите где находится эмбер спирит теперь в таблице по над форсу он шестой его так отбросил назад эта драка он не смог себя вообще реализовать ну вот это та ситуация из-за чего в общем то вы хотите в первой стадии забанить никса просто потому что тогда вы сможете брать эмбера если уберете тембера после никса вы получаете вот такие меры контр-действия убивают все временем снайкинга тоже подставляется и очередное убийство для эйса эмбер сам себя законтрил ты не можешь ничего в драке сделать ты не можешь как не повлиять на ситуацию тебе единственное что может спасти в замесе это драться 10 секунд под бкб все во всех остальных раскладах будь у тебя там линка шива все что угодно какие там артефакты крутые все равно один карабейс одна способность микс и тебя выключают полностью и рошан достается команде nip заберет себя свой конечно забирает дальше можно перекруппироваться в ману восстановить собраться вместе и пойти ну например я вара поймать там же сенси хорошо вроде подвязывать то побаиваются форвард гейминг прям по таворам убивать бутрайдера и никса опять-таки какой-то голем сверху упадет свен подойдет и night снова готов подстраховывать то форвард гейминг от придумать какой-то план как они будут драки проводить потому что так в лобовую уже видимо не подраться уже и все эти бафы и слишком сильные и самое главное что самый сильный сверху и со свеном ничего не сделать быстро вырубить его не получается у меня есть букин бар 9 секундный первое использование пока вы принесло ему там немыслимые богатства победу в замесе очень важную победу сейчас не очень пуску всему аегис имеется и 20 уровень уже 25 в империзму взял к не убить никого быстро сейвы у меня это хилл варлока щит свена все это позволяет ой залива героя ой как плохо с лоросла голем тут просто масс-контроль загнобили задушили и стрик сорвали к первую кстати говоря смерть сладко будут он тоже ничего не мог опять подставляется с ноги очень много соло отдач парксир только-только покупает себе грифсы нереально пригодились против саленцев все поплыли forward game до поры до времени держались достойным сражались на равных даже где-то были впереди но две последние драки плюс отданный рошад и собраться уже коллектив просто не состоянии ну вот элементарно уже не хватает импер спирита не хватит его урона сларка контроля парксиры часто убивают уже команда рейтинг позволяет играл зайти опять смотрите эмбер спирит но чуть ли не в соло и соло эмбер спирита в соло убивает спер тоже просто должен как все просто да понял чего не хватает нашел артефакт с помощью которого можно действительно контролить обоих кэри потому что оба кэри нажав свои кнопки не могут сделать абсолютно ничего и решает абсолютно все вопросы лучше в этой игре и на ip и драфт их необычный больше импакта привнес здесь очередная драка в миде цепляют самого важного героя для драки если его убьют то форвард окончательно теряют линию но не уже дерутся когда там на занят эмбер спирита они ну вот видно что на тильте что называется просто есть нюки на пойдем нюки кинем но умерли ну ладно возродимся опять книги какие-то кинем видимо эту игру же просто не спасти смарт даже не то что с точки зрения гротской да там по героям а не спасти с точки зрения моральной ну я вот представляю как себя чувствует синси у нее такая прекрасная игра была все было хорошо и вот буквально одна драка где он байбекается и дважды умирает и у него нет артефактов просто больше после молнии ничего не купил хотя вот например уже против саленса от того же свена линка бы хорошо спасала а вот так в тайминг не собрал и в отсутствие линки теперь его и сален закрывает все это кладывается друг на друга и результат уже и центра нет и 12 летят летят ребята из форвард гейминг из ларк никого вырезать сам не может в общем беда первой карте для форвард и на и пи скорее всего сейчас попробуют эту игру закончить может быть дождут следующего рошана ну повторюсь с турнирной точки зрения это самый важный матч на данный момент в группе потому что 2-0 и вы вернее 0 2 и вы вылетаете с турнира последнюю встречу вы будете играть скорее несет такой дружеский характер ничего не решать она вернее ничего решать она для вас не будет сказать ну а сверху погибает джакира ломается линжевый барак гоним от патрайтера давай давай хватай ждем 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 брит 33 за все поле опять имперс перед умирает тут просто мсс расставался конечно погибать там пока пешки голем сверху не может фарк драться прячется шаттудэна чтобы просто сбежать 33 ждал чтобы подвоим как стать лассо только в 1 эту более чем хватает потому что под лассо оказывается сныкинг а он же тарксиром третья позиция падает еще одна линия не сдаются пока ребята из форвард гейминг они потеряли две стороны но третью сторону не сломать там сердца пока стоит они очень много проигрывают и такими нераскачанными кэри ничего доказывать мне на этой своем просто невозможно кираса радианс 31 единица брони плюс миссы плюс баф плюс гардиан angel вот как что должно произойти это он еще 4000 не потратил сейчас купит алибарду чтобы вообще морально унизить с ларка как героя ну чтоб морально унизить с ларка как героя нужно его скрыт клипу битом по сплэшем купите вот окупил баторный криты появляется как можно рапиру просто дать один удар саблей два удара и уничтожить лак никого год эмбер спирт так и бегает у него эти там две три тысячи голды уже последний минут здесь наверно и сайленс и стан он сверху получил но битрайдер далеко он немного задержался у нас вон даже праздник гдс поэтому для не особо рассчитывал что убьет напугать теперь два падает снизу так мы последняя линия давайте форвард гейминг последнюю драку какую-нибудь хорошую гдс эйс прыгает сларк успел отойти прячется шаттут дэнс потому что страшно эмбер спирт пытается ставить слейт офис чейны какие-то ставится волов реплика замедление от варлока издалека вакуумом неплохо стянули по дайспас пусть макропиру поставили да и под чейны но эйсу кажется просто все равно даже пока не нажимает нажимает только сейчас класса снова по одному но это сларк если вырубить его будет хорошо там сларк купил башу поэтому остался без байбэков падает все-таки уминать и удалось убить то вот что делать с феном не совсем ясно это спирт умирает байбэков убивать война на самом деле больше сейвить то некому убили двух главных героев остальных тоже можно попробовать догнать вот битрайдер остался в одиночестве мир спирит пытается догнать еще и саксу акса мансует живет пропас включает и не погиб ну сиди и с нами а вот вард есть добили минус 4 отбились сторону не потеряли ну здесь скорее слишком авантюр на решили подрации на и пи нужен расслабоне на каком-то так делать нельзя все-таки важнейшая встреча условные tnc 40 раз бы подумали прежде чем вот так драться и на и петли смутил они просто пошли вперед погибли ну придется попытку номер два совершать доказал байбэк от эмбер спирта конечно сильно помог номер после байбэки тоже ведь деньги заработал что при своих остался точно нет смысла экономить деньги на что-то пора закупаться ну линкенсфера наконец будет куплена браво он все-таки купил он это смог сделать уверенно шел к своей миссии купить линкенсферу и свою цель выполнил так обидно конечно что вот в этой драке где казалось бы ну начинается не то что процесс камбэка но хотя бы какие-то убийства удается сделать что в этом всем не участвовал сларк он сидел в таверне байбэка у него не было конечно мог нам получить себе дополнительный agility и деньги заработать на следующий артефакт а так и время потерял не фармил только появился но уже команда рейдинг возродиться успела с распоминаю как на 15 минуте мы с тобой обсуждали вот сларк неплохо подрался 6 ловкости заработал все здорово проходит еще 20 минут а он заработал 3 с тех пор насколько игра не пошла ну да хочешь убивать 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 вам стоп тут не получилось но терпит варшан гейминг берет свой лейт так ладно верно за рошана подраться будет варвард гейминг потому что отбиваться сейчас уже с отсутствием байбэка на импер спирите плюс если у соперника будет сыраегис это прям совсем не получится поэтому форварды конечно идут сюда там смоки от nip эйс остается сам только в рошпите рошана бьет уже 25 уровня талант дал правый 40 сил от ддс что бандер спирит патрайдер размывает вверх учитать лассо синси уже с линькой надо это учитывать лассо есть и лассо через другого права к ним от патрайдера шикарно сыграно да у тебя есть линькин сфера но ты не можешь ничего сделать если в лассо хватается какой-то твой тиммейт а потом уже и ты следом попадаешь на это линька не срабатывает байбэк от дарксиром но сларка убили тоже байбэка нет минус эмпер минус шокерос погибает еще также и снайкинг кто-то должен только конец да пора сдаваться форвард шаги от стопроцентного последнего места в группе больше ошибаться нельзя сейчас обязательно необходимо выигрывать и на и победа тоже нужна ну и найти были лучше минуты наверное с 10 с 15 15 точно как только ум не на это появился 10 уровень как только он начал зарабатывать деньги как только произошла вот та самая драка форвард в очередной раз показывают что они не всегда могут удержать свое преимущество вчера у них была такая карта сегодня у них тоже не все самым лучшим образом складывается после того как они преимущество зарабатывают нужно что-то вот с этим делать нужно что-то в этом отношении менять команде потому что начинают как правило всегда здорово но потом что-то происходит и все рассыпается в один миг надо вот показывать раз графики где все было вроде бы ок а потом драка и вот уже amber spirit где-то в низах без денег абсолютно без денег да ну что ж 1-0 пользу коллектива nip браво ppd его компания у нас ожидается еще одна карта через перерыв друзья прервемся на эту самую паузу и с пиками уже конечно же пара карты мы вернемся на эту самую информацию